Украинские националисты брали заложники мирного населения, не выпускали их с того сектора, где идет спецоперация, живой щит. Но когда понимали, что российская армия не открывает огонь, то тогда отводили свою технику и расстреливали сами, после говоря, что это российская армия. Своих же граждан? Своих же граждан, да. Здесь наносятся удары по мирным жителям, артиллерия, авиация долбит. Мне интересно, это тоже было вот так, это Чечня, это тоже происходило так, что чеченцы взяли мирных жителей чеченских, то есть наши воины взяли их в заложники, выставили их мирным щитом. И российская армия так и не нанесла удары по нашим мирным жителям. И тогда наши же воины, наверное, сами нанесли вот эти удары. Передайте, если нас не станет, пройдут времена, вот этих людей передавайте из поколения в поколение. Это то, что он делает, это вообще, это никак не простительные вещи, это то, о чем нельзя вообще рассуждать, нельзя об этом говорить. Не существует никакого в этом вопросе масла, ничего не существует. Иж битс мобайтлаш, нокчи. Битс мобайтлаш и салтаеви и саннарши. Да, у кэллерш. Сегодня у нас нет писем от генералов, никто не написал, к сожалению, поэтому в эфире зачитывать не буду. Будем надеяться, что к следующему эфиру нам кто-нибудь из российских генералов напишет письмо, мы его с удовольствием зачитаем. Я хочу сейчас показать вам одного человека, уполномоченного по правам человека, его так называют, почему-то его так называют в Чечне и в России. Хотя до него у нас эту должность занимал Нурдин Ухажиев, называли этого человека. Его справедливо называли уполномоченным по правам Кадырова, потому что он очень упорно, рьяно защищал права как раз именно Кадырова. Но у меня даже имеется такой опыт взаимодействия с ними в конце нулевых. И я точно помню, что назвать Ухажиева уполномоченным по правам российской армии нельзя было. Он был безусловно уполномоченным по правам Кадырова, но никак не российской армии. Они наоборот даже пытались инициировать какие-то процессы, потому что бы там привлечь к ответственности, допустим, военных преступников. И какое-то время, по крайней мере тогда, в конце нулевых, Кадыров именно вот это им не ограничивало. Не знаю, что было дальше. Но вот тот, кто сейчас занимает эту должность, а это Мансур Салтаев зовут этого человека, вот этого человека можно справедливо и нужно, я считаю, назвать уполномоченным по правам российской армии. Послушайте, что он говорит в эфире одного из ток-шоу на ЧГТРК «Грязный». Украинские националисты брали заложники мирного населения, не выпускали их с того сектора, где идет спецоперация, живой щит. Да, но когда понимали, что российская армия не открывает огонь, я опять и опять об этом говорю, то тогда отводили свою технику и расстреливали сами, после говоря, что это российская армия. Своих же граждан? Своих же граждан, да. Представляете, украинцы берут, оказывается, своих же граждан, украинцев, мирных граждан, берут их как бы заложники, делают из них мирный щит. И когда они так поступают, российская армия в них не стреляет, чтобы не навредить этим мирным жителям. И когда они этого не делают, то есть у украинцев не получается вот эту провокацию вызвать, то есть заставить российскую армию русских, заставить убивать мирных украинцев, когда у них это не получается, то украинцы сами наносят удар по своим гражданам, по мирным украинцам. Говорит вот этот вот уполномоченный по правам человека, Мансур Салтаев. Ты просто не представляешь, Салтаев, насколько меня переполняют эмоции, когда я сейчас тебе об этом говорю. Я тебе сейчас хочу показать одни кадры и спросить тебя, скажи, пожалуйста, вот здесь тоже российская армия так и не нанесла удары по мирному щиту? И это наши же бойцы нанесли удар по нашим мирным жителям. Посмотри, пожалуйста, эти кадры. Ты просто не представляешь себе, Салтаев, сколько километров пленки тебе, я тебе могу вот такое показать, это самое, что можно было выбрать такое, не жесткое. Я тебе показал, здесь наносятся удары по мирным жителям, артиллерия, авиация долбит. Мне интересно, это тоже было вот так, это Чечня, это тоже происходило так, что чеченцы взяли мирных жителей чеченских, то есть наши воины взяли их в заложники, выставили их мирным щитом, и российская армия так и не нанесла удары по нашим мирным жителям. И тогда наши же воины, наверное, сами нанесли вот эти удары, артиллерии, авиации, сами же поубивали 300 тысяч населения, по словам твоего же главы республики, 300 тысяч мирных граждан Чеченской республики, погибших на этой войне, в двух войнах российско-чеченских, они тоже погибали от того, что русские так и не наносили по нам ударов по мирным жителям. Как у тебя вообще повернулся язык подобное сказать? Или это сейчас воюющая там в Украине российская армия, это не та армия, которая воевала у нас в Чечне, это не те же самые военные, долбившие тогда нас, сейчас долго там украинцев. Это какая-то, может это разная армия, может это разные страны, или может быть это ты такой лицемер. Как вообще земля вас носит, как вы появились в нашем народе? Как так получается, что каждый следующий из вас просто хуже некуда по сравнению с предыдущим? Каждый, кто приходит следующий на занятие какой-либо должности в вашей кадыровской иерархии, бывает гораздо хуже своего предшественника. То есть мы теперь, смотря обратно на Анухожиева, Нурди, мы в нем видим более-менее порядочного человека теперь. Хотя это тот человек, которого до тебя, я не мог бы себе представить, что я про него что-то подобное скажу. Для меня это был просто, это был синоним недостойного человека. А сейчас я понимаю, что по сравнению с тобой, этот по крайней мере не защищал российскую армию, не выступал уполномоченным по ее правам. И главное, каким, насколько гнусным образом это делается, говоря про военных Украины, про мирных людей, про то, как они по ним не стреляют. Знаешь, что ты говоришь это на аудиторию чеченскую, на канале, который вещает в Чечне, ты говоришь это тем людям, которые помнят, своими глазами все это видели, от этих бомб, от этой артиллерии, скрывались под этим подвалом, из села в село перемещались. Как только эта доблестная российская армия, которая не стреляет в мирных людей в Украине, начинала долбить по нашим селам, из артиллерии, из установок залпового огня, град, уничтожать просто, стирать с лица земли начинало наше село. И наши бедные, ни в чем не поминные, мирные люди, старики, дети, перемещались этого одного села в другое село, чтобы переждать это все. Потом, когда эта твоя доблестная российская армия начинала долбить теперь это село, они возвращались обратно уже в разрушенное, стертое с лица земли село, начинали там в эти холода зимние зимние, что-то там приспосабливать для того, чтобы можно было хоть как-то жить. Вы думаете, мы это забыли, что ли? Как вы можете, как у вас поворачивается язык нам эти вещи говорить, людям, которые еще живы? Это не просто каким-то словам мы это все знаем. Мы это все видели, непосредственно все это переживали. И вот тот, кто вот этим вопросом занимается, оправданием российской армии, вы заслуживаете какого-то отдельного пьедестала, предателей, мерзавцев. Для вас какой-то отдельный ад должен быть на этой земле. Вас нельзя забыть. Чеченцы, вот этих вот людей, Салтаев, запомните эту фамилию, запомните этого человека, запомните. Передайте, если нас не станет, пройдут времена. Вот этих людей передавайте из поколения в поколение. Это то, что он делает, это вообще, это никак не простительные вещи, это то, о чем нельзя вообще рассуждать, нельзя об этом говорить. Не существует никакого в этом вопросе масла, ничего не существует. Этот человек переплюнул вообще все, что возможно. Не забудьте этих людей, помните их, записывайте их, передавайте их своим потомкам. Но сделайте все возможное, чтобы их не забыли. И это закончится, но это закончится. Продолжение следует... И Салтаев, и Саннар, и Саннар, и Саннар. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...